Сейчас мои голубые сэзи. На. Раз. На. Два. Молодец. Сейчас вам расскажу про опороз 20 штук, какие у нас были поганые новости, какие были хорошие новости. Да? На. Бачите, я всем, кто сидит на норме, насыпаю два черпачка утром и два черпачка вечером. Вот, допустим, обезьянка. Киевлянка. Раз черпачок. Два черпачок. Все. Обезьянки. Раз. И два. Текай. А цим трошки больше. Потом дальше. Нюрка. Тоже два черпачка. Раз черпачок. Два черпачок. Сын трошки больше банат кормит. Хотя... Так же само тута. Кто на свиноматку, раз черпачок. Два черпачок. Кто на откорм, усе. Все. Оце я рассыпал утрешнюю пайку. Ой, вечернюю пайку. Оце уже все. Единственное, что мне надо насыпать пяти в барашки. Взять не другая еда. Взять барашки в эту. Отдельную еду. Ну, там есть тоже. Ковшика два-три. Бо она погано ест. Она у нас болеет. Сейчас расскажу по барашки тоже. Багато. Багато вопросов. Гейте-кей-кей. Гейте-кей. 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 20 штук поросилося, но были нюансы. Санька, ну а тут отырни раз. И также подсыпаю. Вот свинку я перевел в станок и она не ходит в туалет уже третий день. И все свиньи, которые в первый раз в станку, дня три-четыре не ходят в туалет. Все, 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 все. А это же он думает, яблоко я даю и уже кричит. А теперь тяжелая артиллерия. Каждое утро ведро, каждый вечер ведро. Ну там мені пишут, багато не давай, но ведро им это каждому по два-три яблока и ведро. Смотрите, как они яблоко любят. Вон, киевлянка уже, обезьянка. Смотрите, как забегали сразу. Покидали ей комбикорм. Видите, как. Санька, то убирайте тачку. Сегодня Саня сам на подшкрибалке, потому что Вика на аппаратуре снимает. А так они с Викой подшкрибают, а я... А я рассыпаю, всем все распределяю. Короче, я на кормах, а вони на шкрибках. Ось Нюрка тоже яблочки обожает. Дивіться, як киевлянка. На, іди. Вот ось все. Тюльпан ще дать. На, тюльпаночка. Цим дать. На, обезьянка, тобі. Обезьянка повний рот, еще и бере. Ну, вот. Оце ведро яблок. Ну, сколько им? Каждому, может, по три, по четыре яблочка попалося. И все. Оце сейчас наберем. Включу воду, наберу. Ну, вода у меня сейчас включается под навесом. Саня дообирає. И вывозим. Оце вот такая управка. Ось, прям в прямом эфире управка. Пока собаки гавкают, друзья мои. Мы трудимся и достигаем своих целей. И не дивимся назад, кто там тягкотит и так дальше. Дивіться, був у нас опороз. Барашки. Барашка – это сестра Машки, та, яка дійшла за день до опороза. И вот что я вам хочу сказать. Не опороз. Ну, особо опороз был часов в шесть. Другой – восемнадцать поросят. Восемнадцать. Потом с местом вышло девятнадцатая. И через трое суток мы все прокаливали, проверяли. Внутри ничего не было. И через трое суток вышло еще одна мертвая порося. Через трое суток. Вона была, как вареник, вяла. Вот такая. Мы не знали уже, что делать. Короче, из двадцати штук. Штук четыре не живых вышли. А шестнадцать живых. Одного придавило. И один был, ну, с голоду. Вони же сильнейшие. Его отталкивают. И воно чаморочное, короче, отошло. А сейчас четырнадцать штук. Ну, так и все живые, здоровые. И вот это только, только поросятам пятый день. Или шестый день поросятам. Ви бачите, они уже покупированы. Вони уже кастрированы. Вони без зубов. Без ничего. Вот это она только начала сегодня есть. Сегодня с утра немного подзюбала. И вот это сейчас вечер. Я сейчас воно поезд и еще подсыплю свеженького. Вот это только начала есть. То бывает, мне пишут, Стас, у меня свиноматка не есть. У меня там свои проблемы. А у меня то, у меня так же. Вы думаете, я какой-то там ветврач. Я так, как и вы, даже меньше занимаюсь свинями. Я четыре года, там, пятый год, только как ними начал заниматься. И вот это же по чуть-чуть строимся, по чуть-чуть разводимся. И так потихоньку, потихоньку и так дальше. Короче, вот это, слава Богу, она только-только начала есть и ожила. А так вот такая была ситуация. Вентилятор ставим сейчас выключили, чтобы не гудил. И тут в сарае нормально. Короче, вот такие вот опецыки. Сейчас. О, свинка. Вот такие опецыки. Пятый день. Вот такие. Пятый день. Ну, уже начала есть и уже все, уже начинает играться корейтом. О, это... Иди, иди, иди. О, это... Каже про то, что она начинает клиговать. Ну, сейчас еще и уколим на вечер. Я думаю, нормально будет. Тут я и ставлю лампу на ночь. Красную не включаю, потому что поросяти иду на низ. Лягает где холоднейше. Ну, а у нас идуть дождь. Сегодня целый день дождь. Мы постройки хотим показать вам. Так, а ну давай. Чтоб сейчас прямо в эфире не придавили никого. Опа. И вот. Она лягла. И сейчас. Они нападут. Ну, если она их правда будет кормить. Она их то кормила. Какая-то, вот так. А, развернется. О, так. О, так. О, так. О, так. О, так. О, это одна поросяд всегда залаза наверх. Уже начало и друге. Или наверх, или вот так по верху и иди туда вкорито. И вот чтобы поросяд тут много мух. Мы уже вешаем ленты, но все равно мух богатенько. Свиноматка покрыта была, это, свиноматка-барашка, покрыта была дурком. А та, что не получилось за день до опороса, пришлось зарезать, та была покрыта ёршуром, а цю я дурком покрыл. Ну бачите, всякого буває, но слава богу, что хоть так, что начала потихоньку окрыговать, начала їсти, а уже более-менее, значит дело будет, поросят вытянули. У нее сначала было больше поросят, я думаю, кто сюда и кого-то придал, и так и оставили, и так и, и оно так и получилось. Ну сейчас у нее 14 штук, как раз по ней нормально, а там будет видно, наблюдать. Также перевел сюда свиноматку ремонтную, яка уже у нас покрыта. Ремонтная свиноматка – это из поросят Машки, яка дійсла у нас за день до опороса. Ну, в якой не выдержало сердце, че хто, я знаю, что там. Ну, также мы сняли опять три станка, ви бачите, мы уже отремонтировали. Ось три станка. Після ремонта покрашені, ось оцей станок увеличенный, как раз для неї нормальный, сейчас оцена она похудала, ну, на одну треть вона худіша стала, она сколько не ела. И для неї станок самый раз, оце метр десять, отлично. И вот так ось нові станки, и зняли старі станки. Старі, где познімали, бачите, отакі ями. Ось, це тут стояла обезьянка, обезьянка долго тут була. И, шо я заметил, где я зробил клеем із цементом, там, ну, крепко, там не вычищається, ну, покаміс не вычищається, ось вона стоїть на клею, то есть отлично. Так же барашка стоїть на клею, и ох, и кричички. Иди сюди, вон, свободные цементки, а ты лазишь. Вон, прям свободные верхние, он лезет туда биться, опять полез туда. Ну, у них то в каждого свихи, диви, які свободные. Начали уже нижние піднімать, бачишь, пішло в жало это манки. Сначала первые дни вона другий ряд цицок не могла вивернуть їм. Ну, я так и думал, что она чуть-чуть подхудает, и они подростут, они начнут сами добираться до другого. И вон уже, мы бачим, что паросята на нижних сосках, на нижнем ряду, а ці на верхнем. И всем хватает, то просто отобіга, его цицка, возможно, как на другой стороне, вона лежит верхняя, и он это кричит. Ну, а так, вот такие дела, друзья. Потом, ага, вентилятор выключен, сразу скрутится по сараю, жарко встает, продува воздуха, нет, еще только-только дождь прошел, душно. Ну, сейчас снимем видео и включим вентилятор, значит, смотрите, там у нас так и сидит на стулочке, вот это она так любит, или сидит, или лежит, и все равно сюда перта, вот это всегда. Все тоже мы оставили на свиноматку. Пока имя, а, это же это, тюльпанча, тюльпанча. В первом станку волосинка, цей имя еще не дали. Дочка киевлянки, ось это, вона мы отсюда всех порезали, осталась одна. Ну, думаем, хай подойде время, а же ее уберем на мясо. Вона загуляла, а тут как раз что-то подвернулося, мы взяли дозу и ее покрили. Это дочка киевлянкина. Это еще один кабанчик, одна свинка на мясо. Нюрка, после первого покрытия, как мы забрали поросят, два срока по 20 дней прошло, взорвалась, покрили заново. Из ландрасов, кого мы пускаем на мясо, осталось два кабанчика, это тоже на мясо. Киевлянка на свободе гуляет, станок у нее забрали. Ну, а це обезьянка. Обезьяна, сейчас я зайду, трошки почухаю. Ох ты шарик обезьяна, это просто, может тебе не два черпака, а один пока. Диви, ты вон повернуться, не можешь на меня глянуть, то есть тебе не даёт оця складка жирова повернуться. Вот обезьянка, ой, ой, ой. Обезьянка, чего ты? Вдлякалася что-то, видите? Вот обезьянка, я знаете, на что думаю, вона, короче, станку довго простояла, ну два пороса, да? А я же ее сюда выпустил. Вона начала ходить, в ней, наверное, ноги болят, и вона это разхаживает, ноги замариваются в ней. А как гладю, не кричи, как чухи. Ох уже ж. Ну, в ней насыпаю уже не в бункер, а туда, чтобы вона не мучилась, потому что маленький бункер. Потом дальше. Була в нас недавно ситуация. Захотели покрить одну свинку, воно ту, ось, что стоит. Это из Гландрасов. Подождал день, проверил, хорошо стоит. Поехал, взял дозу, ну думаю, возьму две дозы. Короче, одну дозу я покрив ту свинку, и эти таки, как стали. Так я одну дозу другую разделил на них двоих. Думаю, подивлюся, что будет, получится, или нет. Одни пів тюбика и другие половины. А там воно покажет, кто-то взорвется, тогда уберем на мясо. Это на мясо. Их надо быстрее. А это волосинка. Это на ремонт свиноматка. Ну, ремонтная. Ось, они уже поели, не голодные. Воду им ставим сразу. И вон, подошло, попило трошки водички. Ну, а так, друзья. Оце так посараю. Ну, а тут будем вымывать. Оце место вымываем. Хорошо. И так же само замажу. И это место вымываем. Так само замажем. И поставим туда тюльпанчу уже в станок. И что у нас следующий тюльпанчу, а потом... А, потом обезьяну. Обезьяну вернем на ее место. Ну да. Так что-то так. Ага, пока покрутился, конечно, аж жарко стало. Сейчас включу вентилятор. И покажу заодно, как я его включаю. Вот так ставлю сюда. И из двора тянет свежий воздух. Так, что тут? Ага. И все. Вот так. И воно оттуда бере свежачок. Ось, дует на тебе век. Вот на веку дует. А воно видно все эти. И воно вытягивает сюда. Ось. Воздух шевелится. И тут они жарко. А как без него? Сейчас ветра нема. Дождь пришел. Воно духота все стоит. Ну, движения воздуха нема. То, конечно, в сарае душненько. А так включаю и поросята. Все получается, даже маленькие. Все схованы за перегородкой. Ну, они ж тоже идут сюда, на низу лягают. Потому что тут прохладнее. И вот получается, управились. Мы сейчас выключим свет. Цю ночничок оставляем тут, где поросята. И наберем воды в бак. Сейчас подключу, воно наберется и все. Ось мы вот так управились. Это мы управляемся так, где получается самое важное. Чего самое важное? Бо тут надо убирать, подшкребать, ходить, рассыпать каждому. То тут самое важное. Тихо. Ось дивиться. Кабанчик кастрированный уже. Хвост купированный. И зубьев тоже нема. Иди, иди. Вот представьте, если бы меньше был станок, вона вообще, как наоборот, я ее поставил, вона в станку еле-еле поднималась. Так станок метр десять. Я даже бачил, как вона хочет встать. И я сбоку вставал. И так специально, как вона встает, я ногой помогал ей вставать первые дни. Вона не могла встать даже в этом станку. Так станок, а там, там шире, там метр десять. Тут я не помню, девяносто, по-моему. Ну а сейчас, как уже вона похудела, то более-менее сама встает. Ну вот так. Так что это свиньи, которые растут здоровыми, то с ними тоже есть своеобразная проблема. Они здоровые. Жиреют быстро, ростут тоже быстро. И... А как ее не кормить? Вот там мне кто-то написал в комментариях. Ты сам розкормил. Вы бачили, как я кормлю? Два ковшика утром, два вечера. И всем так. Всем свиноматкам, кто на ремонте. Гляньте, ось свиноматка. Это тюльпана сестра. Это из одного выводка. С тюльпаном просто на норме сидят. То есть одна. Вот та, другая. Вот эта, что я поставил, что в ней сейчас запор. И тюльпанша третья. Это все из одного выводка. Просто я их первых забрал, кто повный. Часть большинства я продал. И соби взял часть. Вот она первая. Она еще до опроса у ГОО. А она уже не меньше 200 кг. То есть они ростут быстро. И вот, допустим, ну я вам хотел привести пример. Ну вот, допустим, барашка. Вона выполнена маска, которая у меня здесь шла. 370 кг была. Ну барашка не меньше. Вона просто что, худая, типа, как и длинная кажется. Ну по весу она не меньше. И вот ей сколько там? Ну еще двух годов нет, по-моему. Ну что-то такое. А ось четыре года. Гляньте, какая маленькая. Видите, в ней не такие гены, чтобы выросли до таких размеров. Что получается, киевлянка и взять тюльпана сестру. Наверное, тюльпана сестра больше, да? Ну ось свинка больше, чем киевлянка. Вона оця росте здоровая. А киевлянка здоровая не выросла. Вот что я вам и говорю. Корм один, а свиня свиньи разница. Как бы ни было. Что же я и говорю, что одни кормят, даже кормят три разных виводки, из трех разных свиноматок и из трех разных хряков. Поросята ростут по-разному. Ну я уже это вам сказал, и опять скажу, может уже и не буду сказать. Ось первые свиньи, ну они гиганты. Это же так же будет, как и барашка. Гляньте вы, барашка. Ну она огромная. Я не знаю, ее буду оставлять на новый еще опороз. Подивлюсь, как она себя поведет, как поднимет своих поросят. Ну если все нормально, то может еще раз рискну. А так тоже. Был опороз. Переживала. А вдруг, как и в машке сердца, она еще хекает. Ей что-то тяжелое. Вроде бы... О, сейчас вентилятор включен, в сарай, ну вообще другое дело, да? Прямо, ну отлично. И тоже переживала. Кто ее знает. Сейчас на следующий опороз. Единственное, что утешает, что это будет в зиму. Может в зиму то это. Ну хотя мне зима, лето, осень, весна, все равно он. Как автомат Кавашникова. Киевлянка, обезьянка, вот такие простушки. Им вообще пофиг. Она подрывается, встает и все равно. А это ж так, кто тут у нас? Я вот это, как тут, так всегда стараюсь. Ну, как она лягает, все равно подойти, подежурить, кто тут, а если что, откинуть там, если... Ну хотя они уже научены, видать наступило на пару штук, то она как лягает, они более-менее отходят. Ну короче, вот так. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Надо поилку закрутить, что-то там откручено. Всем спасибо за внимание. Хвосты вверх, все вверх. Погнали.